Гуннер, здравствуйте. Для понимания наших зрителей, чтобы они понимали, кто вы такой, расскажите, пожалуйста, в двух словах о себе. Большое спасибо за приглашение. Меня зовут Гуннер Линдеман. Я являюсь депутатом Берлинского парламента. Мой избирательный округ Берлин-Марцан давно поддерживает побратимские связи с Октябрьским районом города Минска. Поэтому для нас особенно важно и дальше укреплять отношения между нашими городами, между Берлином и Минском. Главная цель – это поддерживать контакты с нашими давними друзьями. Очень важно сохранять открытыми каналы связи, особенно в это непростое время. А для этого нужно приезжать сюда и на месте смотреть, какие есть возможности для развития наших отношений, для укрепления партнерских связей, для культурного обмена, проведения совместных спортивных мероприятий. Конечно, сейчас для этого стало меньше возможностей, но мы всегда планируем на долгосрочную перспективу, поэтому так важно не терять контакт. Вы сказали, что вы представляете такую партию как альтернатива для Германии. А какую альтернативу она предлагает жителям Германии и чем их политика отличается от политики правящей в Германии партии? Дело в том, что мы, в отличие от нынешнего федерального правительства, хотели бы в Германии многое сделать иначе. Например, мы выступаем против санкционной политики в отношении России и Беларуси, которая действует с 2014 года. Мы за отмену санкций. Мы выступаем за развитие экономических отношений между белорусским и немецким бизнесом, потому что это взаимовыгодное сотрудничество. Оно обеспечивает рабочие места как в ваших странах, так и в Германии. А компании, работающие во благо друг друга, обеспечивают и мир в Европе. Поэтому так важно проводить хорошую политику в отношении России и Беларуси. Дальше мы говорим, что мы против поставок оружия Украине, против финансирования киевской власти, потому что так только продлевается война, на которой, к сожалению, с обеих сторон погибают молодые ребята, совершенно без необходимости. Мы считаем, что конфликт между Украиной и Россией не может быть решен военным путем, только дипломатически. И мы настаиваем на дипломатическом решении. Лучше бы Германии, вместо того, чтобы устами министра иностранных дел Аналены Бербок разжигать войну, вернулась к внешней политике Ганса Дитриха Геншир, при котором она играла роль посредника в международных конфликтах. Альтернатива для Германии преследует именно такую цель в отношении Украины. Если взять внутренние вопросы, волнующие жителей Германии, то это в первую очередь миграционная политика, на которую у нас абсолютно иной взгляд. Мы выступаем против того, чтобы в Германию приезжали все, кому не лень, и получали социальную помощь из наших налогов, которые мы платим государству. Мы не против квалифицированных рабочих, которые нужны в Германии, пусть приезжают. Мы не против иностранных туристов, которые сами оплачивают свой отдых. Но мы не приветствуем экономических беженцев, которые сегодня тысячами прибывают из Афганистана, Пакистана, Индии и Сирии, из всех возможных африканских стран. Конечно, я понимаю, что люди хотят лучшей жизни, но это не причина для предоставления убежища. И именно поэтому мы, в отличие от нашего правительства, больше не хотим выделять деньги на этих людей. Следующий момент – автомобили и энергетика. Мы выступаем против запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, как это планирует Евросоюз и наше правительство с 2035 года. Наша партия выступает за то, чтобы дизельные и бензиновые автомобили и дальше колесили по немецким дорогам. Теперь об энергетической политике. Мы в корне не согласны с нашим правительством в том, что Германия должна быть страной, использующей только экологически чистую энергию солнца и ветра. Промышленно развитая страна не может обеспечить себя электроэнергией за счет солнечных батарей и ветрогенераторов. Мы говорим, что нам нужны атомные электростанции для производства дешевой электроэнергии. Также мы выступаем за то, чтобы «Северный поток-2» был введен в эксплуатацию. Этот газопровод необходимо отремонтировать. Еще мы хотели бы знать, кто же все-таки совершил тот теракт на нашу энергетическую инфраструктуру, потому что мы считаем, что это была не Россия, а другие страны, которые в состоянии это сделать. В любом случае, на такое вряд ли были способны украинские или польские активисты, а именно это нам пытаются внушить западные СМИ. Это лишь пара примеров, на которых я хотел продемонстрировать отличие нашей политики от политики федерального правительства. Мы хотим сделать жизнь немецких граждан лучше, поэтому мы должны ответственно относиться к деньгам немецких налогоплательщиков. Мы должны обеспечить стабильную работу школ, детских садов, медицинских учреждений для людей, живущих в Германии. Если кто-то и вправду бежит от войны, потому что в его стране идет война, или если человека преследуют по политическим мотивам, то такие люди, конечно, должны получить защиту в Германии. Но когда война в стране заканчивается, как, например, сейчас в Сирии, то мы полагаем, что для таких беженцев лучше было бы вернуться к себе домой. Наши власти считают иначе. Они говорят, оставайтесь все, мы всем поможем материально. Мы видим, что инфляция в Германии является следствием этой политики, и мы не думаем, что это хорошо для граждан Германии. Вот вы упомянули тему мигрантов, которые приезжают в Германию, и мы знаем, что в последнее время много мигрантов также приезжает, в том числе из Украины. А как поменялась жизнь немецких граждан после приезда украинских мигрантов? Потому что, ну, насколько я понимаю, им выделяют достаточно значительную материальную помощь. Мы приняли в Германии более миллиона украинских беженцев. При этом им не нужно проходить никаких формальностей для признания своего статуса. В Германии они автоматически признаются беженцами, поэтому автоматически получают социальные пособия, получают деньги. У некоторых украинцев есть родственники, у которых они могут остановиться. Остальным выделяют место в государственных приютах для беженцев. Разумеется, все украинцы хотят, чтобы их разместили в квартирах, если это возможно. Ситуация с жильем в Германии, особенно в больших городах, оставляет желать лучшего. В Берлине, к примеру, трехкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров дешевле, чем за тысячу евро в месяц, не найти. Дефицит жилья сам по себе, плюс наплыв украинских беженцев, приводят к повышению арендной платы. Еще одна проблема в том, что многие украинцы прибыли вместе с детьми. В 2015 году у нас был наплыв сирийских беженцев, но там были в основном молодые люди. А сейчас к нам приехали украинки с детьми. Детям нужно учиться в школе, детям нужно ходить в детский сад. Мы считаем, что украинское правительство могло бы организовать онлайн-обучение для детей беженцев, ведь мы по-прежнему исходим из того, что война закончится и украинцам придется возвращаться на родину. Это означает, что они не обязательно должны ходить в немецкую школу. Но немецкое правительство считает иначе, потому что в наших школах не хватает мест для немецких детей. Такой расклад часто приводит к разного рода конфликтам. В Германии проживает много русских немцев, которые поддерживают Россию и, конечно, не обходятся без конфликтов между ними и украинцами. В Берлине проходят проукраинские и пророссийские демонстрации. На наш взгляд, этому конфликту не место в Берлине, да и вообще в Германии. Почему нам вообще нужно разрешать эти демонстрации? Ну хорошо. Законы нашей страны позволяют выходить на площадь всем и выступать за или против чего угодно. Так у нас принято. Но это не наша война, это не наш конфликт на Украине. И, конечно, мы делаем все, чтобы прекратить ту войну. Чтобы стороны сложили оружие как можно скорее. А затем Украина и Россия должны найти дипломатическое решение. По-другому никак. Мы считаем, что украинские беженцы должны вернуться на родину после окончания войны. Точно так же, как и миллионы сирийцев, у которых в стране тоже нет войны. Потому что мы больше не можем бесконечно оплачивать их пребывание. И если война закончилась, то я не вижу причин, почему они не должны вернуться на родину. Вы также сказали, что вы выступаете против тех санкций, которые Германия вводит против Беларуси и России. А как вы считаете, есть ли какие-то пути к тому, чтобы у Германии отношения с Беларусью были, ну, скажем так, налажены? Для достижения мира есть только один путь, дипломатический. Для Германии исключительно важно иметь хорошее отношение с Россией. Россия — это страна, обладающая огромными ресурсами. Германия — страна современных технологий. И если объединить немецкие технологии и российские ресурсы, это будет выгодно для обеих стран. И, разумеется, для Беларуси, которая находится между ними. Поэтому необходимо идти именно по пути экономического сотрудничества и отказа от санкционной политики. Сегодня Германия должна выйти из-под влияния Евросоюза. Германия должна снова представлять немецкие интересы, а не интересы кого-то еще, каких-то неправительственных организаций или других стран. И если санкции идут вразрез с интересами Германии, то она должна встать и громко заявить, что больше не будет следовать этой политике, а пойдет своим путем. И наша партия выступает за возвращение идей о Европе-отечеств, где политику делают национальные государства. Смотрите, наши фермеры раньше поставляли в Россию много сельскохозяйственной продукции, фрукты, овощи, молоко. И за санкции сегодня это невозможно, все запрещено. Фермеры терпят миллионные убытки. Это только один пример из немногих. Бизнесмены, с которыми я встречаюсь, говорят мне, «Мы должны что-то делать. Разумеется, мы сможем что-то сделать, если будем частью правящей коалиции. Это наша цель. Это то, к чему мы стремимся». По текущим опросам наша партия получила 20% поддержки в Германии, а через два года следующие выборы в парламент. Мы надеемся, что теперешнее правительство Шольца, зеленых и либералов, которые больше не имеют поддержки большинства, развалятся еще до выборов, и что выборы в Бундестаг будут досрочны. Но даже если они состоятся по плану через два года, мы готовы. Мы готовы быть частью правительства, чтобы изменить существующую политику в интересах жителей Германии. Разумеется, это будет и в интересах жителей Белоруссии и России. Вы сами видите, как сегодня сложно попасть в Беларусь. Раньше вы садились на самолет в Берлине, через час были в Минске. А теперь вам приходится делать круг через Польшу и Литву. Поездка длиною в час увеличилась до целых суток. Это неразумно. Ведь у многих простых людей из Германии, тех же русских немцев, есть родственники в России или Беларуси, которых они хотели бы навестить. Сейчас это стало очень проблематично. И почему мы должны усложнять жизнь своим же гражданам, проводя эту бессмысленную санкционную политику? Все эти проблемы можно решить, находясь только у руля государства. На уровне оппозиционной партии сложно продвинуть отмену санкций. Но мы давно к этому призываем и будем призывать. Мы надеемся занять место в правительстве. Бывает, конечно, и такое, что какие-то вопросы получается решать и на уровне оппозиции. Ну и раз уж мы затронули тему международных отношений, здесь, наверное, нужно заметить, что, в частности, президент Беларуси, он выступает за открытое и доверительное отношение с теми, кто готов сотрудничать с Беларусью. Но здесь хотелось бы узнать, а как на официальном уровне относятся к Александру Лукашенко? Ну, в частности, в немецких средствах массовой информации, скажем. В Германии официальные органы власти и средства массовой информации плохо относятся к белорусскому президенту Лукашенко. Они отвергают его открытую политику. Мы, в свою очередь, говорим, что нам необходимо разговаривать и искать пути для сотрудничества. Но, к сожалению, правительство относится к этому негативно и отвергает все предложения. Наши власти критиковали президентские выборы в Беларуси в 2020 году. Если вы помните, в немецких СМИ много писали о том, что якобы эти выборы были недемократическими. Но я вам кое-что расскажу. В 2021 году в Берлине состоялись выборы в земельный парламент. В 2022 году, год спустя, Конституционный суд Берлина заявил, что эти выборы не соответствовали демократическим стандартам. А в феврале этого года выборы в земельный парламент Берлина пришлось повторить. Понимаете? Конституционный суд признал выборы в земельный парламент Берлина полностью недействительными, поскольку они не соответствовали демократическим стандартам. Если вы в Германии в своей собственной стране не в состоянии провести демократические выборы, и их приходится проводить повторно, то федеральному правительству стоило бы серьезно задуматься над тем, вправе ли оно критиковать другие страны за правильно или неправильно проведенный выбор. Наведите прежде всего порядок в собственном доме. То, что случилось в Берлине, было возмутительно, но были допущены существенные ошибки. Суд выявил к примеру, что на некоторых участках в бюллетене были просто отхсерокопированы и розданы избиратели. На некоторых участках в бюллетенях значились кандидаты из других округов. Это полный хаос. На улицах собирались огромные очереди. Официальные избирательные участки закрывались 18 часов. Но некоторые были открыты еще два или три часа. Как я и сказал, сперва необходимо навести порядок в собственном доме, а затем понять, что лучше разговаривать друг с другом, а не критиковать постоянно. К сожалению, наша министра иностранных дел не имеет никакого представления о внешней политике, зато умеет хорошо буянить. Это не настоящий дипломат. Она не наш человек. Но здесь, наверное, важно разделять отношения к президенту Беларуси на официальном уровне и на уровне житейском, скажем так. А как простые немцы относятся к Александру Лукашенко? Обычные люди в Германии хотят жить в мире. Простые европейцы хотят жить в мире с Россией, с Беларусью, хотят мира на Украине. Никто не должен больше умирать на войне. Люди хотят путешествовать по миру. Минск по сравнению с Берлином очень красивый город. Минск очень чистый город. В Минске в центре города безопасно. Можно выйти ночью, ничего не случится. Когда вы идете по Берлину, вы, к сожалению, везде найдете грязь и мусор. И ночью в Берлине небезопасно. Это то, что чувствуют обычные люди. И вот из-за каких-то ограничений они лишены возможности путешествовать в другие города. Туризм в Беларуси набирал обороты. Потом случился коронавирус, поездки ограничений. А теперь с этими санкциями стало еще хуже. Людям это трудно принять, они просто хотят жить вместе в мире. У многих русских немцев есть друзья и родственники в Беларуси. Они просто хотят иметь хорошее отношение. Ну и раз уж мы заговорили о СМИ и об официальных лицах Германии, то здесь, наверное, нужно спросить, как в Германии на официальном, опять же, уровне относятся к теме СВО. Ни о каком объективном освещении событий, конечно же, речи быть не может. Особенно, когда в Германии запрещают российские новостные каналы, такие как Раша Туде и другие. Это не имеет ничего общего со свободой слова. Наши политики из правящих партий, да и некоторые оппозиционные, только и делают, что занимаются пропагандой войны. А мы говорим, что Германия в 20 веке уже пережила две мировые войны. Мы видели, как ужасна война. У нас много памятников, посвященных тому периоду истории. Они напоминают нам о бесчисленных жертвах, которые забрали эти войны. И я не могу понять, как наши политики и государственные СМИ могут разжигать войну и с воодушевлением говорить о войне на Восточном фронте. У нас уже была одна война на Восточном фронте. И я думаю, из просеяния любого солдата, который после 1945 года вернулся с Востока, никто бы из них не сказал, что война – это здорово. И поэтому для меня совершенно непонятно, как можно призывать к войне. Германия – это чуждо. И жители Германии не могут этого понять и принять. А немецкое правительство продолжает один за одним выдавать все новые перлы. В зависимости от того, что вы скажете, вы можете получить уголовную статью за распространение российской пропаганды. Когда в России и Беларуси праздновали 9 мая, в Берлине проходил митинг в честь Дня Победы. Полиция запретила российские и советские флаги. А украинские флаги были разрешены. Что это за политика такая? Простите, но я не могу понять. Это уже не демократия. Где там свобода слова? Где разнообразие мнений в СМИ? Этот запрет на российские или пророссийские каналы напоминает нам худшие времена, которые мы уже дважды переживали в Германии. Один раз во время коричневой диктатуры, другой раз во время красной диктатуры в ГДР, когда независимые СМИ были запрещены. Мы больше не хотим этого в Германии. Именно поэтому наша партия борется за свободу СМИ, за свободу печати и против ограничения любых прав. Ну и здесь тоже, наверное, правильно было бы разделить официальный уровень и бытовой. Вот если говорить о простых немцах, не чувствуется ли у них усталость от этой темы? От поставок оружия, от того, что это постоянно освещается в СМИ и так далее? Большинство немцев уже не могут видеть Зеленского. Когда разговариваешь с ними где-то на улице, и вдруг проскальзывает фамилия Зеленского, то реакция одна, о боже, только не о нем. Немецкий народ не хочет этой войны, не хочет, чтобы за немецкие налоги бомбили украинские города или спускали эти деньги в никуда. Но, опять же, если уж мы так или иначе затрагиваем тему СМИ, то здесь хотелось бы узнать, как обстоят дела с вот этой вот пресловутой свободой слова, в частности, в Германии. Вот, например, если СМИ или какое-то частное лицо, например, блогер, станет высказывать точку зрения, которая отличается от официальной, он вообще может так делать? Со свободой слова в Германии дела обстоят все сложнее и сложнее. Как член парламента я пользуюсь иммунитетом. За мои высказывания на меня не могут подать в суд. Но независимых блогеров, которые пытаются объективно освещать эту войну, что само по себе чрезвычайно трудно, могут обвинить в подстригательстве к войне или в распространении российской пропаганды. На некоторых независимых журналистов заведены уголовные дела, хотя они стараются быть объективными. Я хочу сказать, что внешнему наблюдателю сложно понять, что происходит на войне на самом деле и где правда. Это дело специалистов изучать, что правда, а что лучше. И даже эта задача не из легких. Но когда ограничивается свобода слова и преследуются блогеры, которые пытаются разобраться в ситуации и объективно взглянуть на вещи, тогда это очень вредит демократии. И нужно действительно спросить себя, мы живем в демократии или движемся в ней. Наша партия считает, что надо сохранить демократию в Германии, сохранить свободу слова. Мы хотим, чтобы журналисты могли свободно выполнять свою работу, могли объективно освещать события, могли выражать свое мнение. Мы не хотим, чтобы правительство диктовало журналистам, что они должны писать и говорить. Это характерно для государственных СМИ Германии, телеканала ФРД и ЦДФ, где представлено лишь одно мнение – мнение правительства. А оппозиции на этих каналах ничего сказать не дают. Такого не должно быть. Раньше эти гос.СМИ выступали за разнообразием мнений, а сейчас нет. И поэтому мы требуем отмены абонентской платы за радио и телевидение. Вы знаете, что в Германии все граждане платят 20 евро в месяц за госканалы, вне зависимости смотрят они их или нет. Наша позиция заключается в том, что никто не должен платить за пропаганду. Обязательно абонентскую плату нужно отменить, потому что немецкие государственные СМИ – это уже не объективное вещание, а чистая пропаганда. И еще одна такая громкая тема – это поставки российского тактического ядерного оружия в Беларусь. На нее отреагировали в том числе и на Западе, практически везде, и в США, и в Великобритании, и в Европе. И здесь хотелось бы узнать, как на эту новость отреагировали в Германии. Как это вообще подавалось для простых немцев? Федеральное правительство отреагировало, как обычно. Оно считает эти поставки незаконными. Мы на это можем возразить, что США разместили у нас свое ядерное оружие. Этому оружию не место на территории Германии. Американцы должны вести его обратно к себе. В последние годы ядерный спор между Россией и США несколько обострился, из-за того, что были разорваны важные договоры. Нам снова нужно разоружаться и вести диалог, потому что ядерное оружие – это тотальное разрушение. Никто не может всерьез хотеть стрелять друг в друга ядерным оружием. Поэтому мы и говорим Украине, что войну необходимо прекратить. Очень важно не допустить ее дальнейшей эскалации. Сейчас американцы хотят отправить на Украину кассетные бомбы. Это запрещенные боеприпасы, которые не должны применяться. Они должны быть уничтожены. И если их поставят Украине, это будет означать очередной виток эскалации. То же самое и с ядерным оружием. Если сейчас американцы начнут реагировать, сопоставлять ядерные бомбы в Польшу или делать что-то подобное, то это приведет к еще большей эскалации. И в какой-то момент Европе придет конец. Вы в Беларуси этого не хотите, люди в России этого не хотят. Мы в Германии этого не хотим. Кто-то должен нажать на тормоза и сказать «все, хватит». Что ж, Гуннер, спасибо вам большое за эту беседу и за то, что уделили нам время. Всегда рад. Спасибо. Спасибо. Спасибо.